Здравствуйте! В прямом эфире студия Репортер. Меня зовут Константин Гречаны. Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории Российской Федерации. И вот какие последствия этого решения, как это скажется на наших спортсменах, на международном имидже страны, спортивном международном имидже страны. Мы сегодня поговорим с заслуженными спортсменами Украины и с политиками, с депутатами местного самоуправления. Также мы вас призываем принять участие в нашем интерактиве. Мы вас спрашиваем, поддерживаете ли вы это решение, запрет на участие наших спортсменов в соревнованиях на территории Российской Федерации. Если поддерживаете, звоните по номеру 784-80-81. Если не поддерживаете, по телефону 784-80-82. Телефон прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Можете звонить, задавать свои вопросы. К нам сегодня пришли Олег Симочкин, некогда тренер сборной Украины по греко-римской борьбе. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Нигатуров, президент Украинской лиги каратэ с 97 по 2012 год, а ныне президент спортивного клуба «Тигренок». Добрый вечер. Здравствуйте. Также к нам по ходу эфира присоединится депутат Одесского городского совета Вадим Терещук. Вадим сейчас застрял в пробках. Знаем, что у нас немного сейчас проблемы с движением в городе. Но вот Вадим пообещал, что он железно будет у нас в эфире. Будем ждать. Александр, первый вопрос, в принципе, такой же, как и к нашим телезрителям. Как вы оцениваете решение Министерства молодежи и спорта? Не назначено очень это решение. Кому оно выгодно, так нужно просто подумать. То есть оно выгодно функционерам, оно выгодно министрам, оно выгодно политикам для продвижения каких-то своих целей, для достижения целей. Но самим спортсменам, именно спортсменам, оно не выгодно в том плане, что уходят годы. А годы это в спорте, они вдвойне, втройне даже ценятся, чем жизненные годы. И почему так поздно этот запрет вдруг появился? Был раньше, что нельзя было участвовать просто в турнирах, а в официальных, а необходимо участвовать, потому что это все-таки официальные чемпионаты мира. Ну выставочные, коммерческие, да, не участвовал. Это такой вопрос. Потом самый основной, что как вопрос тут он противоречивый в чем, что государство не имеет права вмешиваться в спортивные дела, то есть в дела Федерации по спорту. Вот взять простой пример. Англия, Россия, сейчас конфликт. Правительство Англии выступило с предложением не участвовать в чемпионате мира по футболу. Федерация Англии выступила с официальным заявлением, что они участвуют все равно. А у нас получается, что государство решает за Федерацией, что им делать и как что. Я думаю, что это все-таки решение может принять Федерация сама, без вмешательства государства. То есть отдельно каждая Федерация, каждого вида в форту. В этой карте оно и есть, что Федерация это независимая структура общественная на территории страны, представляющая интерес этой страны на международной арене. Но государство не имеет права вмешиваться в дела Федерации по уставу МОК. Мы его нарушаем. Разве это хорошо? Мы нарушаем и международные, и все положения. Есть примеры отказа самих Федераций от выступлений на чемпионатах и на территории России. В частности, Федерация карате Украины отказалась от участия в Сочи на чемпионате Европы среди кадетов и юниоров. Это проходило он в прошлом месяце. Это решение было Федерацией, коллегиального органа, без вмешательства государства. То есть каждая Федерация вправе выбрать путь свой, развитие и так далее. Вспомните, к чему приводят все запреты, бойкоты. Олимпиада 80, СССР выиграла тогда 81-х мест. Рекорд всех Олимпийских игр. Олимпиада 84, уже без СССР. Так как был бойкот США, выиграла 82 золота. Побила рекорд. Это осталось в истории игр. Никто потом сейчас уже не помнит, кто участвовал там, а кто бойкотировал. Но спортсмены потеряли 4 года жизни своей. А что американские, что наши. Есть же вопросы о безопасности украинских спортсменов, которые едут на территорию Российской Федерации. Согласен. Это очень важный и основной вопрос. Потому что действительно опасно находиться, отпустить детей, например, туда. Понятно, что могут быть просто провокаций. Это ясно. Но вместе с тем достаточно средств, например, послать там службу безопасности или там охрану, в конце концов, с этими спортсменами вместе. Ну, это под видом всего мира будет, под взглядом, понимаете. То есть провокации там вряд ли возможны. Ну, конечно, возможны. Это один из аргументов за. Олег, ваше мнение. Мое мнение однозначно, что спорт вне политики должен быть. К сожалению, украинские спортсмены попали в такую ситуацию. Просто расскажу пример из греко-римской борьбы. У нас в апреле месяце чемпионат Европы по спортивной борьбе в Каспийске, в России. Естественно, принято решение не допускать спортсменов. Команды не едут ни вольная, ни греко-римская, ни женская не будут участвовать в чемпионате Европы. Какие последствия за этим идут? Есть международные положения федерации о том, что команда, которая не участвует в чемпионате Европы, она не допускается на чемпионат мира, который будет в сентябре месяце в Будапеште. Вот эти последствия, которые повлекут за собой массу проблем у спортсменов. Ломается подготовка, потерян год жизни спортивный, она очень короткая. Поэтому, я думаю, решение заполитизировано настолько, что пострадают только спортсмены. Мы все понимаем, мы любим свою страну, все понятно, идет война. Но спорт и политика должны быть совершенно в разных апостазиях. К нам присоединился Вадим Терещев, депутат городского совета. Добрый вечер. Здравствуйте. Олег, у меня к вам все-таки еще один вопрос. Вот смотрите, но тем не менее, министр спорта Жданов от имени Украины призвал, от имени нашего Министерства спорта и молодежи призвал другие страны также бойкотировать соревнования на территории Российской Федерации. И получается, другие страны могут, если Украина будет принимать участие, сказать, ну что же вы нас призываете бойкотировать, если вы сами принимаете в них участие? Ну, я думаю, если он призвал, это еще не факт, что страны не будут участвовать. Они, вот Польша, например, отказалась уже, сказала, мы будем участвовать. Ну, кто-то будет, кто-то не будет. Ну, вот логика сама просто, поведение должна же выстраиваться какая-то? Вот политика, да, я понимаю, что это политика, но тем не менее, другие страны просто скажут, что же вы нас призываете, если вы сами этого не делаете? Зачем создавать эту логику такую? Они создали, да. Причинентную ситуацию призывают всех для того, чтобы все бойкотировали. Так, могу я включиться? Да, извините, сразу включусь в дискуссию. Другие страны, и без призыва нашего министра это делают. Как вы знаете, были международные соревнования по бобслею, которые Международная Федерация отменила, в связи с тем, что другие страны отказались в них участвовать при условии того, что они происходят в России. И это было никак не было связано с позицией министра спорта, либо же Украины. Это было связано с позицией других стран, которые видят о том, что страна агрессор, и в стране агрессор нельзя проводить международные соревнования. Поэтому, то здесь... Бесспорно, это правильно, это правильно. Мы находимся в состоянии войны с этой страной. Бесспорно. Для того, чтобы обезопасить или как-то своих спортсменов принимают такое решение. Понятно, но спортсмены в конечном итоге страдают от этого спортсмены. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Да, представьтесь. Людмила меня зовут, я из Одессы, естественно. Я очень не поддерживаю вот эти все запреты. В последнее время, вот мы видим, что вообще в мире такая тенденция спорт взяли в заложники политики. Это очень печально. Спорт не должен быть использован в каких-то политических раздраях. Это наоборот то, что должно людей объединять. Мое мнение. Спасибо, спасибо за ваш звонок. Да, вот Вадим, смотрите. Да, спорт в той или иной степени всегда становится заложником, если это профессиональный спорт, если это действительно шоу, которое смотрят миллионы, то и десятки миллионов людей, то действительно он всегда становится в той или иной степени заложником политики. Но должна быть какая-то логика поведения. Мы не разрывали дипломатических отношений с Россией. Мы воюем с Россией пятый год, но вот почему-то аж сейчас у нас появляются вот такие вот ограничения. Вот в чем логика этой политики? Давайте мы, скажем, вот прозвучало в последнее время. Вот спорт в последнее время. Последнее время это когда? Давайте возьмем, если все олимпийское там движение, олимпиада в Германии, которая проводилась, которую Гитлер сделал еще, когда он отказался пожать руку чернокожему спортсмену. Дальше олимпиада в Москве в 80-е годы, потом олимпиада в Лос-Анджелесе. Это говорит о которой олимпиада в Москве была бойкотирована американскими спортсменами по политическим причинам, кто-то из них там приехал, были в индивидуальные случаи. Опять же, олимпиада была бойкотирована спортсменами Советского Союза. И если мы говорим о участии, то есть что это в последнее время, это 70-й год, насколько я помню, израиль, всю историю спорта неразрывно, спорт и политика. Спорт, к сожалению, я очень не рад этому, к сожалению, это не является, он не идет по идеям Кубертена, о том, что это спорт высших достижений. Он в середине, в конце 20-го века уже перешел более на коммерцию, это стал профессиональный спорт, которым во главу становится не идея высших достижений, а становится идея зарабатывания денег. И это совсем другая идея. В идеальном мире, действительно, спорт и политика, они нераздельны. Но в том мире, в котором мы живем, он не идеален. И это в спорт, к сожалению, так становится, это часть политики. Спорт используют для достижения политических целей. Вадим, безусловно, я с вами согласен, но вот по логике политики, правильно? Ну, нужно же грамотно все-таки выстраивать эту политику. Я здесь с вами сказал, что не нужно начинать со спорта. Давайте, почему мы начинаем со спорта? Если мы говорим, у нас есть фабрика президента, которая функционирует в Липецке на сегодня, она на сегодняшний день функционирует, приносит доход. А мы начинаем, мы запрещаем нашим спортсменам поехать еще участвовать в сборах. Если со сборами я где-то соглашусь, еще больше соглашусь о том, что это деньги на подготовку спортсменов, тратятся это государственные деньги, и давайте развивать наши базы здесь. У нас... Давайте их построить сначала, у нас нечего сделать. Давайте... Нам их сделать сначала. Когда я говорю развивать, это включает, это включает того, что и построить. А если о каких-то международных соревнованиях, то я, не знаю, приезжая в Турцию, вы увидите в начале весны, о том, что там тренируются и украинские спортсмены, и российские, и в этом случае, как что, они не должны там играть между собой? Но надо сказать, вот ради справедливости, футбольные команды, российские, украинские, практически вот за время войны перестали между собой играть в товарищеские матчи в Турции, в Эмиратах, в Испании, когда они встречаются, практически, но это добровольно все. Это решение самих клубов, даже не федерации, надо сказать. А тут речь идет, что это решение спускается не с федерации, а с самого верха. Вот, что мы имеем право вмешиваться в дела федерации. Измей, согласен. Но с другой стороны, если мы возьмем даже УЕФА на сегодняшний день, по-моему, из-за спора между Испанией, еще там, по-моему, они не сводят те государства, которые конфликтуют. Мы можем еще вернуть также Армения, 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 Турция и так далее. Армения, Азербайджан не сводят. Совершенно верно. Поэтому говорить о том, что это что-то новое, или что-то... Вы все правильно все говорите, но это решение федерации международной, ФИФА, не своди. А если бы Армения выступила с бойкотом, ехать хоть на Азербайджан или нет, их бы дискрифицировали. Совершенно верно. Такой был случай Израиль и в этом 70-е годы, когда арабские страны не захотели играть со страной с Израилем. Но только что, когда я пришел, что говорили о том, что мы официально на уровне закона признали Россию и страной агрессором. Одесский городской совет, депутаты Одесского городского совета проголосовали, признали Россию агрессором. Ребята, нельзя быть немножко беременным. Правильно, отменяйте поезд, есть Одесса-Москва. Если у вас сосед, который живет с вами, он проломил вам стену и занял вашу спальню, ну вы, наверное, не сядете с ним играть в шахматы. Наверное, этого не произойдет. Поэтому, если у нас признана Россия страна агрессор, с которой у нас сейчас идут войска, военный конфликт в таком случае, в другое, что о том, что начинать нужно не с этого, я здесь с вами полностью согласен. Разрыв дипломатических отношений. Это уже, как бы, априори сразу решение, что мы не участвуем, потому что нету просто отношений. Александр, так вот, а по вашему мнению, а почему же начинают все-таки со спорта? Вот в чем мотивация? Самое слабое место. Все же понимают, что нужно... Самое слабое место, конечно. Спортсмен работает на результат. Он бьется за что-то там чемпионство, за деньги, в конце концов, тоже. И в этой жизни спортсмен бьется. Это молодежь, это... Вот смотрите, я, насколько помню, Российской Федерации... Начали с культуры. Начали с культуры, на самом деле. Ну да, но культура, там, скажем так, точечные, вот такие ограничения. Тут просто вот все с копом разом. Можно я расскажу? Да, да, Вадим. Потому что это меньше всего задевает интересы бизнесменам во власти. Конечно. Но они забывают об одном, что вот, как мы видим, возмущенные и здесь справедливо возмущены наши зрители, которые говорят, почему же здесь с этого начинаем? То есть мы продолжаем бизнес-интересы, то есть мы продолжаем торговать, мы продолжаем вести дипломатические отношения, а вот начали с культуры и спорта. То есть это, на мой взгляд, для чего это сделано, кто это задумал, но это явно порождает негативное отношение к этому, ко всему происходящему со стороны общества. То есть мы начинаем с конца, вместо того, чтобы заниматься теми вещами, которые могли бы принести больше результатов. Я здесь согласен из того приказа, который я читал, о том, что обратиться к другим федерациям других иностранных государств о том, чтобы они обратили на это внимание и не делали этого. Вот удар со стороны мирового сообщества, это действительно чувствительно, это обсуждается. Вот я сегодня, готовясь к передаче, смотрел средства массовой информации, это широко обсуждается в России о том, что да, они говорят, вы знаете, это средства массовой, российские пишут, что спортсмены это по сути солдат государства, солдат в этой политической борьбе. И солдаты во время войны, они гибнут и действительно и несут урон, и эти солдаты в результате этого страдают. Страдают те спортсмены, которые может в этом случае ничего не повинны, но они используются в качестве орудия этой войны, как ее сейчас называют гибридной. Я не в качестве возражения, а просто хочу такой аргумент один привести. Вот в Сочи прошел чемпионат по карате. Без участия нашей страны Россия заняла первое место командное. Если бы были мы, заняли бы первое мы. Кому стало хуже от того, что мы не приехали? Спортсменам, спорту. Ну, Россия стала лучше, они победили. Ну, я же говорю, тут, во-первых, из соображений безопасности, да? Это можно, вот как у нас, они все-таки несут ответственность за спортивной борьбе. Ну, вот в борьбе, в спортивной борьбе. У нас, мы знаем, что есть политический конфликт Армении и Азербайджана. Азербайджан очень часто проводит у себя европейские и мировые чемпионаты. Так вот, лично президент страны дает полные гарантии безопасности армянским спортсменам. Вот так вот это решается и все. И они спокойно приезжают. Не, ну, они могут и не приехать, сами принять решение не ехать в целях, а хотя бы безопасности. Горячие люди, где-то столкновение такое все. Я сам видел эти все стычки Армении и Азербайджан. И они спокойно, где будут их встречать служба безопасности, то есть принимающей страны. И они их от начала до конца сопровождают. Ну, лично у нас в борьбе, я не знаю, как в других видах спорта, у нас таких вот конфликтов, ну, как бы не... Ну, уже борьба там основной, там, в России, как бы, ну... Ну, вот выступал президент Федерации борьбы России в Маме Ашире, он сам выходит с Украины, с Конотопа. Он президент Федерации борьбы России. Давайте посмотрим на проблему вот немножко под другим углом. Вот заявление, в частности, министра Жданова. Також нагадую, что Министерство молоди и спорта, та я, як министр, закликаемо Международной Федерации не призначать змагань на территории краины, где систематично нехтуют международным законодавством, вот я подкреслю, нехтуют международным законодавством у сфері спорта, та яка є порушником кодексу Вода. Вот смотрите, есть, да, министр говорит о фактах нарушения. Тем не менее, в России проводится Сочинская Олимпиада, в России сейчас чемпионат по футболу будет. Где позовы Украины, где вот, кроме громких заявлений, в основном ориентированных вот на внутреннем, по сути, на избирателя, я скажу прямо, вот где суды международные, где требования забрать, у них реальные требования, да, забрать международные чемпионаты. Да, у России вот в будущем сейчас запретили, да, через несколько лет Россия не сможет проводить крупные какие-то вот спортивные соревнования на своей территории, но роль Украины в этом минимальна, потому что забрали, да, вот зачем эти громкие заявления без реальных действий? Может именно, вот нынешний запрет участвовать спортсменам и направлен на то, чтобы где-то вот завуалировать недостаток действий, недостаток качественной работы Министерства молодежи и спорта, Вадим? Да, я вам скажу, как человек, который принимал участие в международных спортивных арбитражах, в том числе в Лозании, и несколько раз представлял интересы наших спортсменов по спорам, связанных с дисквалификацией наших спортсменов, либо и в том числе по спорам с World Doping Association, то, что ВАДА, то, что вы называете. Во-первых, на сегодняшний день Россия признана одним из наибольших, скажем так, правонарушителей в сфере антидопингового законодательства. Вы знаете, после проведения Олимпиады сейчас очень многие ассоциации приняли решение лишить спортсменов, российских спортсменов, тех медалей, которые они завоевали, в связи с тем, что были проведены повторные тесты. Когда спортсмен сдает тест, то есть отдается одна проба и одна идет проба на хранение. И она хранится. Были проведены повторные тесты, и эти повторные тесты выявили нарушение большинства российских спортсменов. И в этом случае мы должны понимать, что такое спортсмен. Здесь вина даже не спортсменов, а самой системы. Спортсмен выполняет те установки, которые дает ему тренер. Он часто принимает допинг, не понимает, что это допинг в абсолютном большинстве случаев. В большинстве случаев ему сказал тренер, вот выпить эти. Как они влияют? Есть ли там препараты запрещенные? Потому что список, ВАДовский список, он огромен. Там сотни наименований, и каждый год он расширяется, так как у нас идет с каждым раз развитие лекарства в этом направлении. Но что касается эффективности международного спортивного арбитража, что он рассматривает чаще всего, он не ввязывается в правила ассоциаций, он рассматривает. И вот есть правила ассоциации. Ассоциация, она как независимое лицо, и она вправе принимать решение. Только лишь чего в основном это касается, и когда он вмешивается, когда был не соблюден принятый ей же ассоциацией порядок рассмотрения споров. Вот только в этом случае каким-то образом влияет арбитраж, в большинстве случаев в Лазани, за исключительным перечнем вопросов. Поэтому обращения здесь, но они крайне были бы неэффективны. Здесь обращение к соответствующим спортивным федерациям, да, можно обращаться, и да, об этом нужно говорить. И в принципе, как я повторюсь, уже до этого, до обращения нашего министра, одна из международных федераций по обобстрию отменила международные соревнования. И сейчас такой же вопрос стоит по легкой атлетике, такой же вопрос стоит по биатлону. То есть стоят масса вопросов, и они все больше и больше, они накапливаются как лавина перед Россией, и создают давление на Российскую Федерацию. И в этом здесь мы не можем не поддерживать. Министерство, да, спорта. Давайте... Ну это я, ну как бы, все правильно вы сказали, но это мне напоминает детство, ты с Вовочкой не играйся, потому что он плохой. И какой там ребенок это слушал маму, он всегда игрался именно с Вовочкой плохим. Ну как бы так, то есть, ну это такой призыв, вы к ним не ездите, потому что мы не едем. Ну оно как-то смешно выглядит, так реально смешно. Вы считаете, что выглядит... Как бы мы не сделали это красиво на словах, но оно выглядит смешно. Смешно выглядит запрет на участие Олимпийской сборной России в последних Олимпийских играх? Это совсем не смешно. Я про Украину в этом. В этом роли Жданова к всемирным там федерациям, что, если вам просим там рассмотреть вопрос, эти письма читать там не будут. Вы знаете, каждый раз, каждый раз в федерациях... Это для нас сказано, это для нас сказано, а не для них. Вы для них скажите, опубликуйте письма, покажите, что вы написали федерацию футбола, волейбола, карате, дзюдо там, все такое. А потом уже показываю, а то мы обратимся к ним. Как минимум два футбольных клуба, которые вследствие того, что Украина де-факто потеряла Крым, перестали существовать. Таврия и Севастополь. Им обещали золотые горы в России, им обещали, насколько я помню, даже участие в премьер-лиге, как минимум в федеральной лиге, аналог нашей первой лиги. Тем не менее, клубы по факту перестали существовать. Это прецедент для международного разбирательства? Прецедент, конечно. Почему? Где вот Министерство молодетоспорта украинское? Где? Почему оно не поднимает эти вопросы? Почему это все забыли? Они и поднимают. А почему мы об этом не знаем? Мы слышим только громкие заявления. Я здесь согласен, потому что там в третьем или четвертом пункте речь идет о том, что департаменту министерства обратиться. Департамент не является юридическим лицом. И если и обращаться, кто должен в эти международные федерации, то эти письма департамент может подготовить. А эти письма должен и обязан направлять непосредственно министр. Поэтому я здесь согласен с вами, что это больше, как вы видите, имеет такой, скажем так, пиар-ход. И вот министерство показать того, что вот какие мы молодцы. У нас есть телефонный звонок. Послушаем и будем подводить итоги. Добрый вечер, вы в эфире. К сожалению, звонок потеряли. Ну, давайте подводить итоги. Да, у нас есть результаты нашего интерактива. Мы спрашивали, поддерживаете ли вы запрет Министерства молодежи и спорта на участие наших спортсменов на территории Российской Федерации. 8% лишь поддерживают и 92% не поддерживают. Давайте в режиме БЛИЦ прокомментируем мнение наших телезрителей. Александр. Ну, это решение выгодно только политикам. И все. А политиков у нас достаточно мало в стране. Именно тех политиков, которые именно тянут эту политику, скажем так. То есть, ну, вот и все. Народу это не выгодно. Олег, ваше мнение. К сожалению, да. Это выгодно только политикам. И мне кажется, тут ситуация немножко другая. Учитывая, что происходит у нас в спорте в Украине, министр спорта для того, чтобы отвести от основных проблем, которые у нас существуют в спорте, инфраструктура, детские спортивные школы, обеспечение и так далее, он перевел на... Коррупция. Коррупция в спорте. Очень много. Министерство сейчас такие скандалы проходит коррупционные, что просто за голову берешься, похищение. Он просто отвел эту ситуацию в сторону, чтобы от себя отвести главную ситуацию, за которую он отвечает. А сделал просто пиар-ход. Ну вот так мне кажется. Ну вот уже до чего дошла коррупция, что глава антикоррупционной прокуратуры становится одним из руководителей Федерации футбола Украины. Я тут вспоминаю слова одного из голландских специалистов, который работал в футбольной академии Шахтера, который говорит, что я в Украине увидел того, что не думал, что когда-то в своей жизни увижу. Договорной матч в детском футболе. Когда мне сказали, я не поверил, а потом я увидел, как они играют, как дети. Пусть строят базы, стадионы спортивные, пусть инфраструктуру создают то, что им... И мы сами не поедем, надо куда-нибудь ехать. Ну конечно. Мы тут будем принимать чемпионат мира. Почему? Чего Украина не будет сама принять? У нас негде принимать, у нас нету спортивных залов. В Одессе нету комплекса спортивного, достойного, чтобы принять нормальный чемпионат. По любому виду спорта. В этом ужасном состоянии. Нет, мы спорим о том, что делать с этим дворцом спорта, сносить его или строить новый. Надо еще два строить в таком городе, тогда к нам приедут люди. Вадим. Ну я здесь согласен, соглашусь с тем, что надо развивать свою спортивную инфраструктуру. И необходимо сделать так условие, чтобы у нас город, то есть у нас это вопросы по комплексам, и по спортивной гимнастике, и стадион, если у нас был раньше многоцелевого назначения Черноморец, он стал исключительно футбольным. То есть как мы видим, что, к сожалению, у нас спорт на том уровне находится, когда его, с точки зрения пиара, то спасают только такие, лишь громкие заявления. Да, мы находимся в войне, в состоянии войны, и это признано Верховным Советом и Городским Советом с Россией. Но начинать надо не с этого. Этим надо скорее заканчивать. И спорт, да, он часто, он выполняет дружественную роль. Наоборот, через спорт мы видим, что на Олимпиаде сейчас в Сеуле, Южная и Северная Кореи, это то место, где встречаются страны, и на основе этого начинают возрождать отношения. То есть этот спорт, он первым идет при, начинают его возрождать, когда хотят возродить отношения, и, наверное, последним, это уже последний шаг, когда разрывают. Мы не с этого начинаем, не в этом основная проблема, необходимо прекратить торговлю на крови и так далее. Но не с этого надо начинать. Это заявление, с вами согласен, это скорее как пиар-ход, насколько удачный он. Чтобы отвести от основных задач. Чтобы закончить на какой-то позитивной ноте, для наших телезрителей в первую очередь хочу заметить, что вчера сессия Одесского областного совета выделила 200 тысяч гривен на разработку проектной документации, на реконструкцию стадиона «Динамо», где будет создан, ну хочется в это верить, что все-таки дело дойдет до конца, будет создан современный комплекс для гимнастов, акробатов и борцов. Будем надеяться, нужны, конечно, привлеченные средства не только областного бюджета, но вот хотелось бы, чтобы действительно инвесторы откликнулись и действительно помогли с созданием спортивной инфраструктуры. Я вас благодарю за участие в нашей программе, спасибо за интересный эфир. Спасибо. Я напомню, что мы сегодня говорили о спорте. К нам пришли Вадим Терещук, депутат Одесского городского совета, тренер по, экс-президент Украинской лиги по карате Александр Нигатуров и Олег Симочкин, тренер по греко-римской борьбе. Студию провел Константин Гречан и мы работали в прямом эфире. Оставайтесь на репортере.